корейский язык урок 43 поехали прежде чем мы с вами начнем маленькое маленькое объявление на следующей неделе я уезжаю в другой город на заработке где-то примерно на два месяца так вот заранее хочу вас предупредить заранее что я не не смогу выкладывать видео не смогу делать новые уроки в течение двух месяцев заранее хочу вас предупредить и конечно надеюсь на ваше понимание вот но обещаю как только я закончу работу как только я заплачу за университет за все свои платежки как я начну учиться как начнется семестр мы заново начнем с вами заниматься ну да ладно давайте начнем наш сегодняшний урок сегодняшний урок у нас будет как всегда это мораги чтение чтение аудирование закрепление новой грамматики изучение новых слов поехали смотрим наверх начнем с первого столбика первый столбик у нас мщик никак она не менее переводится это просто название блюда вот ну давайте быстренько пробежимся перейдем и посмотрим поехали кольби кольби дословно переводится как вот ребро ребро где от ребро и спина очень много корейских блюд связано вот с этим кольби то есть с ребрышками до кольби там суп из ребер там что там еще кольби тим есть там паренные ребрышки ну там знаете разнообразные блюда с кольби короче кольби это ребро вот кость ребро вот иногда просто корейцы говорят ну допустим кольби молочек то на имеется ввиду что вот эти ребрышки хочется покушать вареные либо жареные паренные и так идем далее далее кимчи тиге кимчи тиге переводится как суп из кимчи кимчи тиге кимчи у нас переводится как кимчи тиге переводится у нас как вот суп вот когда он такой знать вот густой густой вот когда все так побросали туда и суп у нас появился такой немножко густое на это просто нужно показать и увидеть если я найду картинку и обязательно вам покажу вот идем далее пулькоги пулькоги переводится как жареное мясо обычно она готовится из говядины такая сладкая очень такая ничего-ничего такое вкусное пулькоги далее пивим по пивим по блюда готовится из овощей риса вот она так перемешивается само название пивим это как бы перемешивание перемешивание и по приз на то есть перемешанный рис со всеми вот этими приправами это тоже нужно показать так на словах объяснить очень сложен далее 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 сам гипсаль сам гипсаль переводится как даже дословно если перевести то это будет как бы прослойка до в три слоя жир да как бы я наверно сам от себя нами сказал просто я так думаю то есть это такое место вот у свиньи где идет прослойка мясо-сало жир мясо-сало 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 вот эту часть называют сам гипсаль думаю что все понятно и последнее чапче чапче это блюдо тоже очень сложно объяснить на словах просто его нужно увидеть это просто салат из лапши вот и все идем далее далее чирио чирио это у нас ингредиенты приправы разные приправы продукты короче одним словом смотрим первое канджан канджан переводится у нас как бы соя такая черная соя ее часто используют хангуки для для разных приправ для разных блюд далее соль там соль там соль там сахар чамкирым чамкирым переводится кунжутное масло далее по зеленый лук маны чеснок идем далее это куб то куб то жарить но то вложить что-то ложить допустим в кастрюлю но то сок то мешать мешать подмешивать сок то далее мат мат переводится как вкус смотрим первое та льда та льда сладкий мебта горький щида кислый цида горький кирами манта много масла на то есть такой жирненький масленик и так обратите вот сюда внимание щида щида если мы используем грамматику а йо о йо то как она у нас будет помним да что у нас и меняется на йо щида 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 вот если мы используем грамматику а йо о йо вот в этом случае то у нас буква и меняется на правильно на о сою сою окей идем далее следующий столбик смотрим суп те домашняя работа домашнее задание мечи мечи это у нас как вот место расположение место расположения да вот где то сейчас вот местность позиция идем далее кубин хода кубин хода переводится как рассматривать что-то смотри а в русском языке вот честно этого слова нет вот дословно прямого слова вот как кубин хода нету у нас можно просто сказать как бы просто погулять или просто попутешествовать в корейском языке кубин хода имеется ввиду что ходить гулять и что-то смотреть разглядывать смотреть идем далее и тогда чуть чуть попозже имели сюда написать и мы короче часы и мы это с вами проходили полно прошлом уроке да научите покажите то часы и помогите мое часы и говорите пиле часы и займите дайте в долг пиле да пиле да занимать долг пиле часы и они часы и она это переводится как гид вот кого-то вести сопровождать его показывать в этом случае будет как бы найти а проведите меня до покажите мне ознакомьте меня с этой местностью или с этой страной далее йоги о йоги о йоги о переводится как здесь здесь идем далее чуть чуть попозже я помогу иль кей о чуль кей о это новая грамматика мы по-моему с вами не проходили но мы с вами пройдем просто сейчас пишите как бы все предложение немножко попозже я помогу и последние чу чо нэ чу сэ о чучу не чу сэ о чучу надо переводится как посоветуйте на советовать советовать чуть о не посоветуйте мне, посоветуйте. Идем далее. Сугуги, говядину. Йори, готовить. Кутахада, просьба. Кипыда, радость. Радость. Кипыда, радостные. Кипыда. Каждый день. Сначала. В пример, допустим. Сначала вот это положите. Когда вы, допустим, готовите что-то. Сначала вот это. Идем далее. Мандро, чудо. Мандро, мандельда. Переводится как делать. Чудо, давать. То есть, мандро, чудо. Сделать и дать. Ну, в пример, допустим. Игоучам, мандро, чудо. Вот это, пожалуйста, сделайте мне. Ну, вот. И последнее. Как это делается. Переводится. Как это делается. Как это делается. И последний столбик. Поехали. Педаль. Педаль переводится как доставка. Педаль. Очень легко запомнить. И я это слово с одного раза запомню. Просто наше русское слово педаль. Да, вот как на велосипеде. Как вот. Можно представить. Вот как доставщик. Он садится на велосипед. И он нажимает. Наступает на педаль. И доставляет доставку. Да. Очень удобно для запоминания. Педаль. Доставка. Вот. Далее. Якук. Якук аптека. Ханщик чип. Ханщик чип переводится корейский ресторан. Давайте разберем это немножко слово, чтобы легче вам было запомнить. Хан. Хан. Делим. Хангу. Корея. Щик. Щикса. Еда. Чип. Чип. Дом. И все. Вместе у нас получится корейская еда. Дом. То есть корейский ресторан. Идем далее. Щикида. Заказывать. Заказывать. Допустим, еду. Катать сюда. Относить. Принести. Принести. Далее. Ханадо. Ханадо. Еще одну штуку. Еще одну. Ханадо. Ханадо. Чусе. Еще одну штуку дайте. Еще принесите. Вот. Далее. Ханкрыт. Одна косушка. Крыт. Косушка. Хан. Один. Хонджя. Хонджя. Один. Хонджя мы используем тогда, когда мы говорим о людях. В пример, допустим, Я сейчас один есть. Нахожусь один. Один. Вот. Или, допустим, в ресторан, когда пришли, официант вас может спросить. Да, допустим. Мьонг-мьонг-е-о. Сколько человек? А вы можете ему ответить. Хонджя. Хонджя-е-о. Да, я один. Один я пришел. Идем далее. Иинбун. Иинбун переводится как две порции. Запомните, это как две порции еды. Обычно Иинбун используют в ресторане, в кафе. Вот. Когда заказывают еду. Идем далее. Чан. Чан у нас переводится по-разному. По-разному. Смотря от предложения, смотря от случая. Вот. Давайте приведем пример. Допустим. Чан чо-та. Да. Очень хорошо, можно сказать. Чан переводится иногда как очень. Да. Или, допустим, вот другой пример. Допустим. Чан. Ири-ми-мо-е-о. Да. Можно и так использовать. В этом случае у нас Чан будет переводиться как, ну, допустим, А, да. Или, а, кстати, да. Чан. А вот я вот забыл, вот я тебе хотел это спросить, да. Чан. Ири-ми-мо-е-о. Или Чан. Я царе-е-о. Да. Кстати, а сколько тебе лет? А, да. А вот сколько тебе лет? Как тебя зовут? Вот. Смотря от случаев. Когда вы в дальнейшем будете читать книжки, оно будет вам... Это слово будет вам часто встречаться, и вы поймёте дословно, конкретно, как это слово переводится. Просто нужно много читать. Идём далее. Не-ве-о. Да. А что? Далее. Ммм, колесе-о. Это колесе-о, наверное, я объяснял уже, наверное, около тысячу раз. Как переводится к колесе-о? То же самое. Для тех, кто забыл, повторю вкратце ещё раз. Колесе-о никак не переводится. Никак не переводится. Это выражение, как, знаете, вот, как... Ммм, даже не знаю, да, вот что-то отрицательное. Вот когда человек не знает ответа или сомневается, обычно он говорит, кресе-о, да, оу, не знаю я. Вот. Идём далее. Чём каманё, чём каманё, подождите, подождите. И последнее. Чигум педаль-те-о, чигум педаль-те-о. Сейчас доставка возможна. Сейчас доставка возможна. Ну вот и всё. Со словами мы закончили. Переходим к нашим текстам. Поехали. Продолжение следует... controle следует... Сomphil Сарапи. Раньше. Сомпровbb new к нзм. Ха-в-халплс. Проходим к нашему алког profitability. На мой lakes Jessb на字istleってる... Проходим к нашему алкогоду. Я не понимаю, смотрите, здесь я почику совсем и nurses. Спасибо. 여기요. 물 좀 주세요. 네. 이 집에서 뭐가 맛있어요? 김치찌개가 맛있어요. 너무 맵지 않아요? 맵지 않아요. 한 번 먹어보세요. 그래요? 그럼 김치찌개 주세요. 앤디 씨, 혹시 갈비 먹어봤어요? 네, 먹어봤어요. 이리나 씨는요? 못 먹어봤어요. 그래요? 그럼 한 번 먹어보세요. 네, 앤디 씨가 좋은 식당을 좀 가르쳐 주세요. 완 씨는 지난주에 친구 미나 씨 집으로 이사했습니다. 그래서 미나 씨 가족하고 같이 삽니다. 저녁에 보통 다 같이 식사를 합니다. 미나 씨 어머니께서 요리를 아주 잘하셔서 날마다 맛있는 음식을 먹을 수 있습니다. 어제 저녁에는 불고기를 먹었습니다. 완 씨는 불고기가 정말 맛있어서 미나 씨 어머니께 부탁했습니다. 불고기가 참 맛있어요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 오늘 수업 후에 완 씨는 미나 씨 어머니하고 불고기를 만들었습니다. 먼저 간장에 설탕, 참기름, 파, 마늘을 넣고 섞었습니다. 그리고 소고기에 그 간장을 넣고 30분쯤 기다렸습니다. 그 다음에 고기를 구웠습니다. 그 다음에 고기를 구웠습니다. 아주 맛있었습니다. 미나 씨 어머니께서 말씀하셨습니다. 완 씨, 잡채 먹어봤어요? 다음에는 잡채를 가르쳐 줄게요. 완 씨는 한국 요리를 배울 수 있어서 아주 기뻤습니다. 방학 때 태국에서 친구들한테 한국 음식을 만들어줄 겁니다. 완 씨는 지난주에 친구 미나 씨 집으로 이사했습니다. 그래서 미나 씨 가족하고 같이 삽니다. 저녁에 보통 다 같이 식사를 합니다. 미나 씨 어머니께서 요리를 아주 잘 하셔서 날마다 맛있는 음식을 먹을 수 있습니다. 어제 저녁에는 불고기를 먹었습니다. 완 씨는 불고기가 정말 맛있어서 미나 씨 어머니께 부탁했습니다. 불고기가 참 맛있어요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 오늘 수업 후에 완 씨는 미나 씨 어머니하고 불고기를 만들었습니다. 먼저 간장에 설탕, 참기름, 파, 마늘을 넣고 섞었습니다. 그리고 소고기에 그 간장을 넣고 30분쯤 기다렸습니다. 그 다음에 고기를 구웠습니다. 아주 맛있었습니다. 미나 씨 어머니께서 말씀하셨습니다. 완 씨, 잡채 먹어봤어요? 다음에는 잡채를 가르쳐 줄게요. 완 씨는 한국 요리를 배울 수 있어서 아주 기뻤습니다. 방학 때 태국에서 친구들한테 한국 음식을 만들어 줄 겁니다. 지훈 씨. 네. 왜요? 이 근처에 맛있는 식당이 있어요? 음... 네. 글쎄요. 혹시 서울 식당에 가보셨어요? 아니요. 못 가봤어요. 한식집이에요? 네. 한식집이에요. 특히 김치찌개하고 비빔밥이 맛있어요. 그래요? 어디에 있어요? 온누리 약국 아세요? 네. 알아요. 온누리 약국 옆에 있어요. 참, 그 집은 배달도 돼요. 전화번호 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 잠깐만요. 705에 7634예요. 고마워요. 네. 서울 식당입니다. 지금 배달돼요? 네. 됩니다. 어디세요? 삼성아파트 2동 904호예요. 비빔밥 하나만 갖다 주세요. 비빔밥 한 그릇은 배달이 안 돼요. 저 혼자 먹을 거예요. 좀 배달해 주세요. 하나 더 시키세요. 이인분은 너무 많아서... 지훈 씨! 네. 왜요? 이 근처에 맛있는 식당이 있어요? 음... 글쎄요. 혹시 서울 식당에 가보셨어요? 아니요. 못 가봤어요. 한식집이에요? 네. 한식집이에요. 특히 김치찌개하고 비빔밥이 맛있어요. 그래요? 어디에 있어요? 온누리 약국 아세요? 네. 알아요. 온누리 약국 옆에 있어요. 참, 그 집은 배달도 돼요. 전화번호 알아요? 좀 가르쳐 주세요. 잠깐만요. 705-7634예요. 고마워요. 네, 서울 식당입니다. 지금 배달돼요? 네, 됩니다. 어디세요? 삼성아파트 2동 904호예요. 비빔밥 하나만 갖다 주세요. 비빔밥 한 그릇은 배달이 안 돼요. 저 혼자 먹을 거예요. 좀 배달해 주세요. 하나 더 시키세요. 2인분은 너무 많아서... 잘 듣고 빈칸을 채우세요. 그래요? 어디에 있어요? 온누리 약국 아세요? 네, 알아요. 온누리 약국 옆에 있어요. 참, 그 집은 배달도 돼요. 그래요? 어디에 있어요? 온누리 약국 아세요? 네, 알아요. 온누리 약국 옆에 있어요. 참, 그 집은 배달도 돼요. 안녕하세요. 여러분들은 온누리 약국에서 소리가uyu 낫다. 그래서 이 집은 배달도 될 필요가 없을까? 네, 여기가 있어요. 피해달도 되고 있습니다. 이렇게 이용해서 여기에 있어요. 너무 많은 사람에게는 거친 것만 분께서 제시해 보호해주세요. 사실은 아직 어려운 것 같습니다. 여러분은 우리 가족들과 함께하는 것입니다. 여러분은 우리 가족들과 함께하는 것들을 많이 하고 있습니다. 여러분이 도움이 되었고 보호를 알 수 있습니다. 여러분은 우리 가족들과 함께하는 것들과 함께하는 것들의 양이 sol듬을 하고 있습니다. 여러분을 얘기하는 동안 우리 가족을 하고 있습니다. Продолжение следует...